Основная моя задача и идея – это донести до людей наличие исламского интеллектуального метода. И не просто его наличие, а основные базовые постулаты. Уважаемые друзья, как сказал Шмурад Хаза, человек, принимая ислам, он полностью переформатирует свои мозги. У него приходит понимание этого мира, не навязанное какими-то шайтанскими структурами, а истинное понимание. Но это всё не так просто, как кажется. Нам кажется, когда человек принимает ислам, я помню по себе, какой-то был восторг, какое-то было счастье. А через некоторое время приходит понимание, что да, вот оно внешняя такая красивая мусульманская упаковочка, тюбетейка, борода и так далее. А внутри полностью джахельское воспитание, джахельский образ мышления, джахельские методы мышления. То есть, каждый из нас не вырос, как Маугли в джунглях. Все мы жили в каком-то обществе. И, к огромному сожалению, ну а теперь уже для нас это всё пройденный этап, мы жили в неисламском обществе. И вот это сразу прошу понять и запомнить. Всегда, с момента рождения и до момента принятия ислама, нас учили не исламу. Нам вбивали в головы штампы и стереотипы. Те стандарты, по которым мы действуем всегда, на подсознании, не задумываясь. Так называемая аксиоматика. Ну помните, из школы. Аксиома – это то, что не требует доказательств. Вот эта аксиоматика, она заложена в нас. Причём, уважаемые друзья, не телевизором даже, а в первую очередь детским садом и школой. Вот там в наши мозги вбили, вложили все те стереотипы, все те стандарты, по которым мы сейчас и живём. То есть, ну, я думаю, большинство ездит за рулём. Когда вы едете за рулём, вы же не думаете, так, сейчас я положу левую ногу на сцепление, да? Выжму сцепление, положу правую руку на рычаг переключения. Нет, всё делается на автопилоте. Вы едете, вы думаете о том, куда вы должны приехать, но никак. То же самое во всей обыденной жизни. Вот эта вся автоматика, она уже вбита в нас, вложена. Ну, давайте я немножко провокационно запущу такую вещь, да? Земля круглая или плоская? Круглая. Шарик? Овально. Овально? Как яйцо, примерно, да? Вот смотрите, кто-нибудь в космос летал? Нет, не довелось. Кто-нибудь достиг таких размеров, что он мог посмотреть на Землю со стороны, подержать её в руках? Нет. Однако, это на автопилоте, если бы сейчас вот я не сказал слово провокация, да? Все бы сказали как один, конечно, круглый, конечно, шарик, да? Потому что вбили с детства. А ведь просто всё, выходим на улицу, земля плоская, но мы уверены, что она круглая, да? Мы встаём утром, смотрим, солнце встало на востоке и пошло вокруг Земли, да? И вечером село на западе, но мы уверены, что эта Земля вращается вокруг Солнца. Почему? Хотя это видим своими глазами. Солнце вращается вокруг Земли. Каждый день мы это видим с детства до сегодняшнего дня. Каждый убеждён, что Земля вращается вокруг Солнца. Почему? А потому что вбили с детства. Вот сидит мой сын, вот ему сейчас в школе объясняют, что Земля крутится вокруг Солнца. Да? Причём, уважаемые братья, я не хочу сказать, что сто процентов Солнце крутится вокруг Земли. Я не знаю. Я не смотрел со стороны. Сказала Вахта-Аля, да? И мы не взяли вас свидетелями сотворения небес и Земли. Люди не знают, как была создана Земля. Люди не видели этого. Люди не знают, Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Мы этого не знаем. Однако, это считается набором базовых знаний, обязательных для человека. Если человек этого не знает, он считается кем? Дикарём? Отсталым? Безграмотным? И ещё куча самых разных эпитетов, да? Шерлока Холмса читали, смотрели, да? Когда он там сказал Ватсону, а я не знаю, что Земля круглая там вращается вокруг Солнца. Сколько было на него помоев там были-то, да? Да он такой-сякой там глупый, не умный, не странный. На самом деле, единственный среди всей этой толпы был умный. Потому что он понимал, что это бессмысленные знания, которые не приносят ему пользу. Вот если мне понадобятся эти знания, ну, к примеру, сказать, если вдруг я там вернусь к своему базовому образованию, инженера-механика, да, в авиационном институте, значит, в полученном, и начну рассчитывать с какой-нибудь там, я знаю, баллистику артиллерийского снаряда, где, возможно, это знание мне пригодится, да? Причем не знание того, что Земля крутится туда или сюда, а просто определенные базовые формулы расчетов. Я их использую. Я их найду, изучу и сделаю. Но пока мне это не нужно. Зачем мою бедную голову забивали этими знаниями? Все в школе учились? Интегралы все изучали? Так, теперь вот просто даже прикол. Один хотя бы есть, кто в жизни применял интеграл? О, золотые слова, да? Никого нет. Кроме тех, кому это нужно по работе, по его специальности. Ну таких единицы. Ну вот согласитесь, на тысячу человек может быть один, да? А учили все? Зачем? Потому что коммунисты были плохие? Или еще кто-нибудь там? Жанны, братья, а не только коммунисты учат людей, детей и юношей, там, девушек, интегралов. Это поставлено во всех так называемых цивилизованных странах. Не потому что вот там кто-то один плохой. Это система. И вот теперь пришла пора понять, для чего эта система вообще изначально нужна. Чтобы отформатировать ваши мозги. И мои тоже. И его, и всех. Потому что если мы примем за безусловную истину вот эти математические модели, которые нам навязали, вот эти вот какие-то стандарты касательно, там, не знаю, земли, каких-то других вещей обязательных для образования, да, то мы не будем задумываться об Аллахе. Мы не будем особо задумываться о мироустройстве. Почему? Потому что мы уверены, что так должно быть. Еще один такой вопрос. Дважды два, четыре или нет? Да. Да? Четыре? Во! Стандартный ответ. Дважды два, четыре. Почему я хочу сразу сказать, я не опровергаю. Ну, а теперь я просто чуть-чуть скажу. Вот то, что вы сейчас сказали. Дважды два, четыре. А два чего? На два чего? Две селедки на два облака? Не равняется четыре. То есть нас, вот этой самой школой, вот этими самыми интегралами, отрывали от реальной жизни и помещали в виртуальную реальность, которая сейчас реализована в компьютерах, а раньше в учебниках. Вы думаете, виртуальная реальность – это что-то новое? Нет. Это все очень известная вещь. Нас оторвали в мир искусственных, навязанных математических формул. Дважды два, четыре. Все. Одна такая интересная история. Значит, после 17-го года, после революции, когда советская власть установилась, такая была модная тема – поднимать отсталые народы. Поехали советские ученые, почему-то по странной такой случайности, все евреи оказавшиеся, по всяким разным народам. И вот это абсолютно реальная история. Рассказывает такой же вот Абрамович. Значит, приезжают они куда-то на Чукотку, берут там этот чук-чук, и говорят, ну, давай, дорогой товарищ, будем с тобой задачу решать логическую. Ну, давайте. Значит, вот, представь себе, что каждый день в два часа ты уходишь на охоту. Представил? Представил. Сейчас два часа. Где ты? Он говорит, не знаю. Ну, подумай еще раз. Вот каждый день в два часа ты уходишь на охоту. Сейчас два часа дня. Ты где? Вот вы как бы ответили? На охоту. Он говорит, не знаю. Ну, бедолага еврея начинает терять терпение, да? Говорит, ну, как же так? Ты тупой там, да? Два часа я на охоте. Почему ты не говоришь, что ты на охоте? Говорит, а я же не знаю, какая погода. Может, там буран. Я не пойду на охоту. Он живой человек, в отличие от этого ученого. Он живет в реальном мире. А тот живет в выдуманном мире своим логических построений, да? Два часа, все, изволь, иди. То есть, вот эта вот выдуманность, она навязана нам. Я вот это хочу, чтобы вы поняли. Что в каждом из нас сидит огромное количество стереотипов. И это не только и не столько вот эти термины, о которых Аверт говорил, да? Это еще и манера поведения. Это реакция организма на какие-то внешние вызовы. Мы обучены определенным стандартам. Как реагировать, да? То есть, это прописано. К сожалению. Ну, это нормально на самом деле. Оно должно быть в человеке прописано, да? Вот обучили ездить на машине, все. А прописали, все, он забыл, как это делать. В смысле, он помнит на уровне подсознания, да? А там уже. То есть, мы же ездим по дорогам. Все помнят правила дорожного движения? Я вот не помню. Но как бы езжу и нормально. Да? Вот. Ничего. Так и здесь. Это все прописано. Но страшное в этом не то, что оно прописано. А то, что оно прописано неправильно. И первое, что должен делать человек, придя в ислам. Он должен получать знания. Для чего? Для того, чтобы заменить вот эту вот внутренность свою, да? Вот этот набор базовых принципов. Вот когда он, вбитый нам, вот этой джахинской системой, будет заменен на исламский, тогда можно начинать изменять и все остальное. Давайте я тут, можно много еще говорить, да? Чуть-чуть вот к практике такой перейдем. Значит, в чем основная проблема? Любого человека. И моя в том числе. В том, что мы не обладаем целостной картиной мира. То есть, вот есть некий мир вокруг нас. И он завершен. И совершенен. В тех пределах, в которых Аллах Таля его нам дал. Да? Мы не создатели. Аллах Таля создал этот мир и дал нам его в пользование. Да? Назначив каждого человека наместником. Но! Не хочет. Не важно. Значит, но мы не представляем себе до конца всего многообразия этого мира. Стараниями шайтана и его слуг человек лишился видения всего пазла. И дал нам какие-то маленькие кусочки. Тут, 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 здесь, да? Вот представьте, там пазл. Хотя бы из тысячи пазликов. Вот так вот разбросать. И если вы не знаете изначальную картинку, собрать его крайне сложно. Это такое чудо, карамат. Есть люди, которые, значит, добиваются успеха, да? Без знаний. Но это чудо. Это милость Аллаха. Мы должны его добиваться. Поэтому, чтобы мы смогли собрать вот эту картину в комплексе, мы должны ее представить целиком. А не брать вот этот кусок и его изучать всю свою жизнь, оставшись в неведении об этом, этом, этом и этом. Да, после того, как вы знаете хотя бы предварительно и приблизительно, что нарисовано, тогда да, можно сказать. Ну, хорошо, я вот буду делать вот это собирать, а Зад будет вот этот кусочек собирать. Да, Тимур вот этот кусочек. И мы общими усилиями когда-нибудь придем, да? Но общую картину мы представлять обязаны. Именно для того, чтобы достичь успеха. Потому что если человек не знает, что это такое на этой картине, он этого самого успеха не достигнет. Он ее никогда не соберет. Этого не будет. Поэтому первое, что надо, это понять, что главное, это общее понимание. Если мы увидели, что есть общее понимание, то мы забрались на гору. Здесь течет река, здесь там растут деревья, здесь какая-то особь, камни, а вот здесь мы стоим. И видим, что нам надо идти от точки А в точку Б. И понимаем, что для этого надо пройти вот здесь, здесь через брод перейти через реку, пройти дальше, я не знаю, там мост, камня, через деревья, и мы придем в точку Б. При этом человек не знает, какая температура в реке, отсюда не видать. Он не знает, какие тут камни. Там медный колчедан или обычный булыжник, там, да, щебенка. Он не знает. Он не знает, какой там подлесок здесь густой или не очень, не видно сверху. Но общую дорогу нарисовать можно только тогда, если ты смотришь сверху. Вот увидел сверху, понял, как ты должен идти. И пошел с горы вниз. После этого ты идешь по этому маршруту, изучая в том числе, где брод, где там камни, где овраг, где чего, да? То есть, что мы сейчас увидели? Мы увидели один из базовых постулатов интеллектуального метода. От большого к малому. И потом от малого к большому. Причем, вот здесь одна очень интересная вещь. Я бы хотел... Есть у меня чего? Да, да. Я бы хотел, чтобы вы одну вещь уловили. Значит, этот мир, все, что вокруг нас, мы сами, мы созданы исключительно Аллахом Таану. Но создатель один, это базовый постулат. Никто более не является создателем. Ни люди, ни джинны, ни главный шайтан, да? Никто. Поэтому законы этого мира установил тоже только Аллах Таану. И нарушать законы этого мира может только он. Что такое нарушение закона? Это чудо. Это карман. Потому что, ну, если человек упал с девятого этажа, он обязан был разбиться согласно законам этого мира. Однако, вот Аллах Тааля послал ангела, он его там поймал и отпустил, да? Отсюда вывод, что все, что работает в этом мире, оно соответствует законам, которые установил Аллах, так? Если соответствует законам, то работает. Не соответствует, не работает. Как бы кто-нибудь этого не хотел. Отсюда какой следующий вывод? Что все, что работает, все взято из ислама. Те люди, которые, мы думаем, что они достигли успеха. Они чего-то построили, они чего-то там разбогатели, там чего-то еще, еще, еще. Если они что-то делают и у них получается, это значит, что они используют мусульманские методы. Но с неисламскими намерениями. Более того, они у нас украли эти методы. Они выдали их за свои, а нас научили другому и обзывают нас ликарями. Ну так, а как вы хотели? Это война. Тут по-другому не бывает. Поэтому все, что работает, это исламское. Соответственно, мы должны делать правильное намерение, находить правильные способы. И вот это то, что я говорю, там, сверху вниз, снизу вверх. Это прописано всякими разными учеными. Это все индукция, дедукция, синтез, анализ, диалектика и так далее. Это все прописано. Но, во-первых, в других терминах. Во-вторых, с другими намерениями. И главное, этот метод работает, но они находятся на других вершинах. То есть, то, от чего человек исходит, тот базовый набор принципов, он разный. У мусульман это однозначно. Куран и достоверная сумма. Если мы исходим из нее, то мы достигаем успеха. Вот и все. Поэтому, здесь я, как бы, один такой маленький практический совет. Если вы видите, что что-то работает. Вот реально работает. Вот люди делают вот так. И оно получается. Но при этом они какие-нибудь там бухарики, какие-нибудь там, я знаю, каферы там, еще вообще там нехорошие люди. Это повод, чтобы сказать, все, что вы делаете, все неправильно. Нет, не повод. Можно взять и научиться у них этому. Но! Исходить из набора базовых принципов. То есть, нужно правильное намерение. И правильная фильтрация. Через ислам. Потому что, если работает, значит, что-то правильное там есть. Иначе бы не работало. Это закон. Если работает, берите, перерабатывайте с точки зрения ислама. И используйте в своем. Ставьте в рамки. Отвергайте харам. Остерегайтесь сомнительным. И идите. Прямой дорогой. Примерно так. Но это некие общие, конечно, фразы, которые можно и дальше развивать. Смотрите видео, частично я говорил там. Причем этот метод, он относится ко всему. К тому, как сделать табуретку. К тому, как управлять государством. К тому, как понять, зачем Владимир Владимирович Путин полетел в Японию. И зачем он на три часа опоздал, кстати. Ко всему. Потому что базовые принципы, они одинаковые. Они не меняются. И от того, что человек отрицает эти принципы, не следует им, он наносит вред только самому себе. И вот, опять-таки, сужая определение успеха, можно сказать, человек, следуя базовым принципам, получает успех. Не следует, получает убыток на выхлопе в результате. Ну и по пути тоже. Ну вот, так, если очень просто. Вопросы? Первый вопрос. По каналу Тимур Гази. Там очень много видео. Новичку в какой последовательности смотреть, с чего начинать? Больной вопрос. Здесь уже решение принято. Просто действительно, сначала была такая наработка контента. Сейчас там уже более 80 видео. Такая большая работа. Сейчас начали структуровать. Пока смотрите все, что понравилось. Какой глянется, какой понравится. Рано или поздно, все равно, в каждом из видео говорится все-таки о основной идее. Пусть немножко, пусть как-то так. Частями. То есть, сама идея тоже, опять-таки, вот если говорить о принципах, да? То есть, мы говорим, в любой работе надо использовать принципы, которые дал нам Аллах Таля в Куране. Как бы неиспословно, по конкретным поводам, раз. Но при этом на каком-то конкретном примере давалось очень широкое понятие. То есть, разбирая, ну, не знаю, там, битву при Ухуде, Аллах Таля давал базовые принципы жизни человека вообще. От рождения до смерти, да? Значит, то есть, и, соответственно, я не претендую на эти вещи, но я стараюсь тоже по конкретным признакам, каким-то событиям давать какие-то видео и там давать определенные принципы, да, понимания этого события. Ну и второе – это повторение. Повторение, повторение, некие вещи. Поэтому во многих видео, кстати, идут повторы. Поэтому все равно, конечно, надо структурировать, сделаем начало, но постараюсь побыстрее. Вот вы говорите, увидеть общую картину. Ну, услышал я, то, что нужно видеть общую картину, вернулся домой сегодня, да, что я должен сделать? То есть, как это в практике применять, честно говоря, не до конца понятно. Значит, а... Вот на уровне повседневной жизни. Значит, сначала, сначала нужно вот эту вот структуру для себя нарисовать. Причем это должна быть структура намерения. Да? То есть, вот это высшая точка, куда вы стремитесь. Определить ее без этого – все бесполезно. Вот как только вы определите ту высшую точку, до которой вы должны доводить намерение. Ну, грубо говоря, я хочу заработать денег. Хорошая тема, хорошая. Пошел, убил, заработал. Нельзя, нельзя. Почему? А потому что надо доводить до конца. Потому что я хочу заработать денег, чтобы кормить свою семью, чтобы достичь довольства Аллаха, потому что это моя обязанность – кормить семью, да? И чтобы попасть в рай. Если я убил, я в рай не попал, цели не добился. Да? То есть, сначала определяется конечная цель. Это первое. Ради чего человек живет? Без этого. То есть, от большого к малому. Ради чего мы живем? Причем, вот это очень важный момент. Есть вещи, которые входят в голову, но не входят в сердце. Вот когда вот эта вещь, что ради довольства Аллаха, ради рая войдет в сердце, вот тогда это будет правильное понимание. Но я думаю, что у большинства людей все равно это идет через голову. Прочитал книжки. О, точно. Сказано, что мы создали вас, чтобы вы мне поклонялись. Все? Все. А для чего? Не понял. Как правильно же так бывает? Вот когда в сердце заходит. Ну, то есть, первое. Понять, ради чего живем. Второе. Понять, где живем. В каком мире? Не обязательно понять, что мы живем на круглой земле и летаем вокруг солнца. А понять, что мы живем на земле, созданной Аллахом. И законы Аллаха. Единственные законы, которые работают. Следующее. Понять, какие эти законы. Причем, если говорить о том, что сегодня пришел домой. Ну, какие-то минимальные. Хоть что-то, да. Хотя бы начать. Не все сразу. Хотя бы начать. Поняв, какие законы. Следующий этап. Что надо делать, чтобы эти действия пишу, да? Действия. Чтобы следовать. Соблюдать. Эти законы. Ну, банальная вещь. Для начала. Понять. Что такое Харан? Запретное. Все. Исходя из этого, сформировать свое отношение к Хараму, да? Потому что вот эта тема, мне так нравится иногда. Есть братья такие правильные, образованные. Как они начнут перечислять виды запретных? Что вот это не совсем Харам. А это вот чуть-чуть Харам. А это может быть в некоторых случаях разрешенное. Уважаемые друзья. Ну, наверное, да. Наверное, можно есть свинину, когда ты с голоду умираешь. Чтобы не умереть с голоду. Ну, сейчас, хвала Аллаху, мы не умираем с голоду. Так зачем же искать себе оправдание, да? Ну, это к примеру просто, да? Понять, что такое Харам, да? И так далее. Понять вот эти базовые принципы. Вот. А что сделать сегодня? Первое, что нужно сделать, если кто еще умеет, придет домой, взять маму Алимсанни и начать учить буковки арабские. Потому что это база. Это база. Потому что есть вещи, которые нужно получать как аксиому. И вот именно эту аксиоматику в своей башке надо менять. Из того, что нам отбили, на то, что нужно. Начав с минимума, начав с вот этой базы, с букв, с чтения Курана, хотя бы просто, так, потом переходить уже к пониманию каких-то базовых вещей. Азарт, со всем уважением, за пять минут ничего не получится. Придя сегодня домой, ты не переделаешь. Я вот этой штукой занимаюсь, ну, не соврать, лет 12. Вот это и было просто. Да. Но, значит, сказать, что я мыслю правильно, я не могу. Потому что, вот я 12 лет этим занимаюсь, да? А до этого, там, 42 года, в меня вбивали совершенно другое. Не так просто, вот все это вот выковыривать и заменить, да? И знаний не хватает, и сил не хватает. А где-то и понимания, и желания, да? Ну, ну, что делать? Дуа и старания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Продолжение следует...